На самом деле идея-то вакуумного трубы, это высказано русским ученым в 1914 году. Это идея-то даже русская. Разместить тебе поезд скоростной в трубе вакуумного. Это не их идея. Но за сто лет это так и неизвестно, потому что это имеет колоссальное место. Такие проблемы, они даже не представляют, как их решать. Но я могу более подробно рассказать и все это вам будет интересно. Вот в этих моделях обводы, корпусы и так далее, они будут как в реальности или они будут... Нет, мы сейчас подскажем начинку, а не обводы. Это чтобы видеть, что действительно есть железо, которое работает. Обводы это, вот как, допустим, показать внутренности, как сердце работает. Интересно же, как он работает, а не рассказать, как он там, и ты его не видишь, работает. Поэтому она будет без работы, да? А модель, это будет... Модель, вот она, кстати, лежит. Масштаб 1,10, это то, что мы можем делать. Вот человек для масштаба. Здесь модель на станцию заехала, вот она. Это вот модель, вот она, вот человек, видите? Да, это станция, и трасса длиной 100 метров. 100 метров, да? Да, трасса она будет... Это как раз, слушай, надо готовить. У нас же будут и реки, которые надо пересекать, да? И горы, которые надо подниматься. Надо как бы моделировать и доказывать, поэтому... Значит, модель, которую я хочу и вам, в том числе, и крыска сделать, да? Это будет станция, причем с модеринной полосы. Перрон, груди стоят, ну, в масштабе, да? Крыша, там, это, да? Здесь будет зеленая крыша. Гуревер. А это, ну, для того, чтобы пригрузить уже усилия. Да. А пригрузил мы грунтом, потому что не будем же возить груз с собой. Я как-то летел в Кептан, летал, это Юг-Африке, через Амстердам. Это был 2000-й год, и по повышению ООН, обязательный у нас. Повез модель, приезжаю в аэропорт, сдаю модель, они говорят, перевес 180 килограмм, килограмм 42 вольт. Помножайте, 7200 долларов, 2000-й год. Я говорю, у меня денег таких нет, ну, чего? Ну, потом, как-то договорился, они за 500 долларов, я провелся. То есть, нельзя лишнюю грузу возить. Понимаете? Конечно. Поэтому, допустим, где же у нас сегодня будут усилия, где-то порядка 500 килограмм, потому что модернируем и все, и струну, и путь, да? Поэтому мы приближаем к литону, потом его не видно, а здесь как бы садрисует. Потом, вот опора, здесь подъем с уклоном, пролет и трассницы. Все это вот работа в автоматическом режиме и подвесной юниверситет, это морской уровень. Здесь будет 50 метров. Масштабная модель такого типа, который видел лебедь Александр Иванович, который его убедил. Игрушку китайскую можно сделать, но это несерьезно, когда такие-то модельки, что-то это китайские игрушки, а это физическая модель. Вот как маленький самолет, он летает, полетит и большой самолет. Вот такого модель мы будем. Нет, это мы модель делаем, чтобы заказчик, в данном случае под проект адресный, будет заказчик, компания. Она должна донести до акционеров, до местной власти, что-то такое и так далее. Она может показывать, приехать в любой город, развернуть, поучаствовать в выставке и так далее. И вот когда ты оговоришь и на пальцах объясняешь, когда ты показываешь, это совсем... Даже тем же лебедям, когда он выслушал Сибирякова в самолете, говорит, ну где там? А я сломал ногу, лежал в больнице на вытяжке, головной переломкой. И они приехали в Коломенск, он даже не поехал в администрацию президента, сразу говорит, поедем, поедем посмотреть. А благодаря тому, что я ногу сломал, мы модель не разобрали. И она, пока я не шел в больнице, стояла в Коломенске, два месяца. Поэтому лебеди ее увидели. Если бы я не сломал ногу, мы бы ее разобрали, он бы ее не увидел. И когда уже приехали, уже даже начало вечереть, он в таком длинном плаще был кожаном, в пальто. И другой смотрит на него, как-то на колени встал, снег, снег глубокий, что такое, что случилось? Он, оказывается, ну там высота где-то такая, опустился вниз, чтобы посмотреть, снизу. Он говорит, а, колеса, я думал магнитная подушка. А, чтобы это посмотреть, а колеса, конечно, какая магнитная подушка, это плохо на самом деле. Останок или исхода скоростей 500-600 км в час, это лучше, чем на магнитной подушке. При большей скорости надо же на магнитную подушку пить. А у нас планируется развитие скорости до 600 км в час? Значит, смотрите, если говорить о транспорте, то там же несколько видов транспортной услуги. Во-первых, городская услуга. Ну, кстати, вы едете по городу, скоростей 500 км в час. Разгоняетесь при этом 20 км, и 20 км тормозит. А если, не дай бог, что-то произойдет, и он слетит и так далее, он еще пробьет там 5 зданий или небоскребов. Ну, вы смотрите эти фильмы, как там на машинах. Там, да, кстати, это фильм «Форсаж» последний. Да, да. Как раз, когда приехали с Дуба, мы сделали фотографии, но как раз напротив тех небоскребов, которые вот они тарали. Пробивали там. Пробивали, да. Поэтому ясно, что здесь другие скоростные режимы, они не нужны. Здесь средняя скорость, например, самый быстрый городской транспорт в мире, это московская метро. Средняя скорость 45 км в час. 45 км в час. 15 км, 9 км в час. У меня на Мексике показывают 30 км. Ахипробка, Дубай-Шаржа. Иногда они едут 3 часа, а это 6 км. Разделите, какая скорость, 2 км в час. А у нас, если грамотно реализовать движение, ну, 90 км в час. Средняя. За счет другой логистики, другой организации движения. Поэтому это будет суперскоростной транспорт. 90 км в час – это суперскоростной транспорт для города. И опять же, я сам инженер путей сообщения, транспортник, да, и понимаю, почему даже города возникли, да. На самом деле, в города людей стянуло одно понятие всего лишь, оно транспортное понятие. Транспортная доступность. Только это понятие стянуло людей в города. И причем доступность не в километрах она измеряется, она временем в дороге. Комфортно, когда человек куда-то добирается не более чем получаса. Неважно, пешком он идет, на автобусе, на лошади, на велосипеде, да. И поэтому, когда люди ходили пешком, это древние Рии, вот те времена, да, ну, за полчаса сколько можно пройти? Ну, пару километров, три километра. Города имели размер три километра. Когда переселена лошадь, скорость чуть возросла, за полчаса можно проехать, там, километров пять, шесть, восемь. Стали города, Париж, там, Москва не важно, шесть, восемь километра. Когда переселен автомобиль, за полчаса можно проехать двадцать три километра, стали города двадцать три километра. А потом, когда коллапс, масса автомобилизации, и когда стали пробки проявляться, движение стало некомфортным, потому что дороги на это два-три часа приводили. И вот есть, возникла проблема в городах из-за этого. Они вырастены до размеров, которые выходят за рамки транспортной доступности. Понимаете? Так вот, в нашей логике города можно еще больше увеличить. Так, из-за этого полностью пешеходными, никаких пробок, никакой гибели людей. В Москве гибнет на дорогах порядка двух тысяч человек в год. А все эти, там, Сирии с войнами, это с измеримым. А кто эти жертвы считает вообще-то, кто их видит? Только в метро в Московском падает на путь и гибнет пятьдесят-шестьдесят человек в год. Вот стоит, и вот толкмод упал на рельсах. Пятьдесят-шестьдесят человек в год. Это самолет, считайте, упал. Понимаете? А у нас этого не будет ничего, да? Нет. И это, в том числе, можно моделять, показывать на моделях, это все, и объяснять на модели. Вот у нас дорога, она, газетарный лист, а здесь вот травка растет, вот люди ходят, да, животные там, оно внизу. Это, поэтому, все это безопасно, да? Поэтому вот модель грамотно сделана, она, конечно, очень многое объясняет и действует и на заказчиков, и на мистер. Анатолий Эдуардович, у нас все-таки вопрос вот до шестисот километров в час, если говорить о высокоскоростной кислоте. Так я сказал, ладно, я-то про город сказал, дальше иду, значит так. Дальше. Вот, понимаете, тут нельзя отвечать «да», «нет». Если назову цифру, вы ничего, все равно это… Надо аргументированно объяснять, а это занимает время, да? Ага. Естественно. И поэтому самые большие проблемы, когда большая скорость в атмосфере, это аэродинамическое сопротивление. Оно растет профессионально к кубу скорости. Что такое куб скорости? Мы едем на автомобиле со скоростью 100 км в час, это привычная длина скорость, да? Ну, что это такое, там, едешь, там, ну, 20 кВт, там, 20 лошадиных сил, там, тратишь на эту аэродинамику, там, немножко бензинчик изгорают, там, 3 литра в час, на аэродинамику, ну, ерунда, да? Но когда мы этот же автомобиль разгоняем до скорости 500 км в час, то скорость возрастает в три раза. Ну, пять раз. А там в кубе. Пять кубе, это 125 км. Умножав на 20 кВт, получается мощность аэродинамического сопротивления 2500 кВт. Поэтому, чтобы ехать с такой скоростью этому же автомобилю, не 100 лошадиных сил, а движок, а 3000 лошадиных сил, ну, 2500 кВт, которые будут в час тратить 700 литров горючего. Вот вам нужен такой автомобиль? Да, я думаю, что... Поэтому это физика, ну, со физикой не поспоришь, да? Мы, конечно, эти характеристики улучшаем, и аэродинамика у нас другая, и у нас нет ни машины, которая катится по асфальту, да, на основном колесо там другое, да? Ну, естественно, это в разы даже на порядок все это уменьшало, но все равно затраты и топлива идут, и энергии на это, и поэтому в атмосфере, вот, мы не на Луне, где вакуум живем, да? Цельско-правная скорость до 500 кВт, разумная скорость, разумная. Дальше идет неразумная скорость. Что касается неразумной скорости, я могу сказать, рекорд скорости автомобиля под Мусоряновым озером в Штатах получили скорость, превышающая скорость звука, где-то порядка 1400 кВт в час. Не такая же большая скорость, по большому счету. Вы знаете, какая мощность двигателя у этого автомобиля? Три тысячи. Сколько? Три тысячи. Сто тысяч лошадиных. Четыре тысячи, блин. Ему, чтобы за час проехать, надо цистерну с топливом вести за собой. И зачем такой транспорт нужен? Поэтому при скоростях, там, два турбориативных двигателя стоят самолет от истребителя. И это все уходит на аэродинамику и на машину. Все. Вот это сто тысяч лошадиных сил. Поэтому самолеты получают высокую скорость, они уходят в разрешенные слои атмосферы, да? Поэтому при большей скоростях надо уходить в трубу. Мы тоже можем уйти в трубу. И лучше, чем маска-то сделать. Я с этого начинал 40 лет назад. С вас не помню. Конечно. А потом понял, что это светлое будущее, и не надо этим заморачиваться, это сложно, дорого, и неправильно с этого начинать, да? Начинать надо с другого, а потом в будущем, одея на трассу, да, можно выходить на большей скорости, уходя в вакуумную трубу. Но она должна быть другой, не как у масок. И привод должен быть другой, и другие вещи должны быть. Это могу потом одея на место. Так что 600 километров можно на трубе. Труба это как-то уже для освоения космоса, да, наверное? Нет, это и наземный транспорт. Заменит, да? Заменит, да. Но там создает проблему уже вакуум. Когда три космонавта, я тоже как-то с этим немножко связан был, я член Федерации космонавтики СССР, знаю многих. И рассказывали, как вот погибли три космонавта, там, Пацаев, не помню всех фамилий. Короче, полетели в космос, это был экспертальный корабль. И когда они приземлились, никто там не постучал оттуда, люк не открыл. Ну, а когда вскрыли, они были все мертвы. Трое, и еще были теплые. Они еще, ну, вот-вот умерли буквально несколько минут назад. Начали следить, что произошло. Значит, когда кабина спускается, да, там атмосфера езжет, да, там они дышат, все прочее. Но это замкнутая система. Потом, когда они входят в атмосферу, она соединяется с атмосферой, чтобы уже обмен воздуха был, да. Она в нижних слоях атмосферы должна соединиться. И там сбой произошел, и клапан открылся не внизу, а там, в разреженных слоях атмосферы. И они на спуске заметили, что воздух выходит. Они не могли понять причину. Воздух выходит. Думали, что люк плохо закрыт. И один из них пытался закрыть люк, что кожу содрал свет. Закрывал, и это не люк был виноват. Клапан. Надо просто было нажать вот здесь вот. Они этого не знали. Что такое? И буквально за минуту вышел воздух, и они умерли. Кровь закипела. Вот вы хотели бы ехать в вакууме, а нас иногда пугают. Ой, высота 10 метров. Это же так страшно. А представьте, что у нас эти 10 метров, а кругом вакуум. И маленькая щелочка, и все трупы. В течение минуты. И когда вакуум, а мы дышим, атмосферное давление, разница, чтобы вы понимали, что это такое. Нагрузка 10 тонн на квадратный метр. Вот стенка капсулы, дверь, которую надо открывать. На нее нагрузка на квадратный метр 10 тонн. Это грузовик, масс. А этот масс и другие рисуют из бумаги. Это тоненькие стеночки. Вы видели дверь в самолете? Какая-то толщина. Так там перепад давления в 10 раз меньше. А не атмосфера. Вакуум имеет атмосферное давление. Ну, и там масса других причин и проблем. Поэтому вакуумная труба – это светлая выдача. Это придет, это будет, но не сейчас. Это нет смысла, не разумно. То есть это практически вакуумная труба дальнемагистрального авиации заменить можно? Ну, понимаете, я, например, в Хабаровск много летал. 7 часов, да? В воздухе 6,5-7. Потом часа 2-3 в аэропорт. С ожиданием, там, сдача багажа, состояние очередей, проверка с ними ремень, там, туфли. Вот это все даже унизить на эти процедуры, да? И обратно, ну, там, часа 2. Ну, сложите, 10 часов. А мы на единицу заедем, 10 часов. Без всякой вакуумной трубы. Без всякой вакуумной трубы. Абсолютно. Она не может стоить миллион долларов за экономию. Когда говорят, миллион долларов за экономию, мне смешно. Там будет под сотню миллионов долларов за экономию. Так что мы делаем скалы, это то, что нужно людям, человечеству, России, другим странам. И сейчас мы тоже, я хочу как новость дать, мы сделали весь анализ и расчеты. Вот говорят, Маск сделает крутой эритромобиль. Наш Юнигус, это тоже эритромобиль. Он круче автомобиля Маска в 100 раз. По энергопотреблению в 100 раз меньше энергии. В 100 раз. Это 10 тысяч процентов, чтобы понимать, что вы стоите. Понимаете? И если на этом простые объяснения, потом он круче всех, на самом деле. И тот же эритромобиль Маска, он не пошел. Слишком дорого. И он неэффективен. Среднегазительственное зрение, он менее эффективен, чем в обычном автомобиле в два раза. Потому что топливо надо же еще не в двигателе, а в электростанции. А потом передать электрическую энергию за тысячи километров, потеряв половину. А потом зарядить аккумуляторе, потеряв половину. И так далее. И поэтому с того же топлива ты получаешь в несколько раз меньше энергии. Где же он для кого-то не свечешь? Это сказки. Это неправда. Просто там типа чукчей, пусть дымом дышат электростанции, а мы городские жители, мы белые. Мы не будем этим дышать. Ну, с точки зрения планетарной экологии, безрайцы где ты живешь топливом. Планета одна, и атмосфера одна, и ионосфера тоже одна. Я с воном слоем один. Понимаете? Поэтому он ничего не решает, на самом деле. А мы решаем. То, что в городском режиме, когда вот та система вот такая, она в первую очередь говорит тому, что здесь станция должна быть, здесь станция должна быть, здесь дорога. Шокус станция, скорость равна нулю. Тоже на станции едет со скоростью, тем более пятьсот километров в час. Смотрите, трава там, джип, пятьсот километров в час. Как остановка, где скорость ноль. И здесь ноль. Это станция. Поэтому отсюда выжелся с новой скоростью, и гравитация разгоняет, как лыжник с горы. Здесь максимально скорость. Зависит от этого происходит. Кто у вас происходит? Так это вот тогда заменяет двигатель. И путь держит сам себя. Если мы выровняем путь, то мы должны пилоны поставить, канаты натянуть и подвесить, и пусть становится здесь сразу дороже. Уже не гравитацию будет разгонять, а двигатель. И будет больше топлива. Поэтому это хуже, а это и есть маска. Там ровное слой, да? А здесь гравитация тормозит же. Идет рекуперация. Не через ретопривод, а через законы в физике. Диогенетическая энергия равна. МВ квадрат на два. Это здесь, где В. А есть потенциальная энергия. МЖ. Это вот здесь. И вот это превразуется в это с КПД 100%. Нет в мире ни одного рекуператора, чтобы было КПД 100%. А здесь законы физики работают. Здесь нет коэффициентов. 100% регуперация. Поэтому для того, чтобы здесь разгоняться и получать те же режимы скоростные, допустим, здесь 100 км в час, ну а здесь 0, естественно, да? То есть здесь надо иметь вот ту же модель полномасштабную, там 40-местный, да, где-то весом порядка 10 тонн будет, да? Здесь надо 300 кВт иметь мощность гильзу, а здесь где-то 7 кВт. Все, все расчеты. Ну и при чем здесь масло? При чем здесь у электронук или там электромобиль, вот Тесла? Тесла вообще тут ни при чем-то. Вот опять же так, для красотки. Тесла здесь при чем? Автомобиль Тесла. Поэтому мы это понимаем, мы разработчики. И надо доносить до других, в том числе и для вас, чтобы дальше это все объясняли, рассказывали. Потому что это вещи не очевидные. Они просты, но они не очевидны. Все гениально, просто. Да. И это решение, к ним очень сложно прийти, на самом деле. Слогим решением прийти очень просто. То есть просты. Плату и путь достаточно длинный, быстрее не получилось бы. Даже глядываясь назад, даже если аналогию провести в транспорте, что может быть проще седла? От идеи до реализации масштабной прошло тысячи лет. Что может быть проще его дезечки? Семьсот лет. Потом говорят, тридцать лет, это столько. Это не время. А вертолеты, что ли надо до Винча рисовать? Потом у нас Ка тоже вертолет реализовывался 300 лет. И что? Когда говорят, тридцать, сорок лет. Это небольшой срок. Небольшой срок. Вы знаете, какую скорость вы сейчас имеете? Вот вы сейчас какую скорость имеете? Вы, сидя здесь. Мой. Не знаете? Вокруг Солнце 29 км в секунду. Вы это ощущаете? Нет. Вокруг центра галактики 300 км в секунду. Не в час, в секунду. Галактика сбегается, там где-то ваша скорость десятки тысяч км в секунду. Вы это не ощущаете, это никто не ощущает. Человек не скорость ощущает, это физика. Он ощущает ускорение. Скорость ни при чем. Важны ускорения. Можно подойти кувалду дать по башке, скорость маленькая, но человек уедет. Потому что будут большие ускорения, будет большая нагрузка, и череп просто по голове не вытяжет. Сломается конструкция. Поэтому, если ты разгоняешь с ускорением метсекундную в квадрате, то не важно какая скорость, ты будешь вещать, и это ускорение. А если ты будешь сидеть в кресле, и двигаться со скоростью тысячу километров в час, или десять тысяч, и кресло не будет колебаться, ты этого не будешь вещать. Что ты сидишь дома на диване, пьешь чай, смотришь телевизор, вот и едешь. Потом есть такое понятие комфортность движения, чего опять же мы знаем, другие этого не знают. И мы проектируем, исходя из этого, систему. И это не мы придумали комфортность, это железнодорожники придумали, потому что железнодорога имеет двухсотлетнюю историю. И они определились, что человек, как и любое другое существо живого, ощущает ускорение, амплитуду колебаний, частоту колебаний. И наш вестибулярный аппарат тоже, он это ощущает. Поэтому ввели понятие комфортности и больность. Там сложная формула, корень десятой степени, где введена амплитуда в пятой степени, частота в третьей степени. И когда ты получаешь цифру, то там цифра от двух до пяти. Когда W, это комфортность двойка, то ты сидишь на диване, смотришь телевизор. Когда пятерка, это несовместимость жизни. Понятно, да? Это уже несовместимость жизни. Там сложная сомневизовая зависимость, да? Поэтому два с половиной – это высокий комфорт, три – комфортный, очень высокий, три с половиной – уже дискомфорт, вот три с половиной – это же железо-дорога существующая. Когда ты идешь, и надо держаться за поручень, чтобы не упасть. А если, не дай бог, ты стакан чая поставил, то можешь пролить себе на обжечье этим чаем, да? Мы проектируем W от двух до двух с половиной. Вот в этом диапазоне. И там учитывается, там много факторов на это влияние. И самый главный фактор – это ровность пути. Это основной фактор. И чем выше скорость, тем более жесткие требования к ровности пути. И второй фактор – мягкость подвески. Чем выше скорость, тем мягче подвеска должна быть. Невозможно создать комфортное движение в жесткой подвеске на высокой скорости. Так вот все эти магнитные подушки, все эти воздушные подушки, когда вот такие зазоры – это жесткая подвеска. Что такое мягкая подвеска? У нас, например, подвеска есть так называемая статическая как бы жесткость, прогиб подвески. Когда под нагрузкой расчетной, она сжимается от подвески. Это вот ход подвески, статический ход подвески. У нас 300 мм. Вот подвеска мягкая. Не вот, а вот. При этом, чтобы был комфорт хороший, да, вот до 1-2,5 диапазона, при такой подвеске, вот в автомобиле нет такой подвески, как понимать, там совсем другой ход. А двумя подвески не подходит. Мы свою подвеску создаем. Так вот, при такой подвеске неровность пути на пролете, допустим, 40 метров, это такой стандартный пролет, с учетом строительных погрешностей, с учетом того, что путь деформируется под подвижным нарусом, с учетом того, что ветер дует, там еще что-то происходит, неровности должны быть плюс-минус 5 мм. и мы этого должны достичь, и мы это достигаем. Так вот, труба вакуума это тоже несущая конструкция. Понимаете? Она тоже пригибается под нагрузку, она имеет собственный вес и все прочее. Когда они рисуют идеально ровные конструкции, они это так никогда не будут. Так вот, при скоростях, такие, как они заявляют, неровности пути должны быть на пролете те же 40 метров десятой доли миллиметра. Расскажите мне, как вы это достигнете, ребята? В станке даже невозможно этого достичь. Да, это стоит на конструкции, на которой дует ветер. Понимаете? Есть подвижная нагрузка, имеет собственный вежа, а ты все же прогибается, да? Так они даже, я думаю, слов таких не знают, типа подвеска, мягкая, жесткая, долбью. Мы сидим, дом вешается, сидим и слушаем. Да, да, они даже не заморачиваются этим. Думают, да, это все ерунда, на самом деле, да? Нет, это не ерунда. Нельзя транспорт создавать, не понимая вот этих простых вещей. Так мы не дилетанты, как думают многие. Здесь профессионалы. И мы знаем это все. Более того, мы делаем лучше, чем делают другие, потому что понимаем важность вот этого всего. Ну, то есть ускорение будет примерно как в самолете, да? Значит, ускорение. А вот опять я к Маску хочу вернуться, да? Маск, кстати, отказался от этой идеи, потому что он... Я думаю, наверное, кто-то ему рассказал, он же еще не транспортный, что парень, ты как бы прогоришь, и он так тихонько в сторону, говорит, я буду помогать, делайте, это супер. Да? Так вот, возвращаясь к нему, я не беру самую высокую скорость, но я беру круглые цифры. Тысяча. Допустим, 500 метров в секунду, это на 3,6, 1800 метров в час, он говорит о большей скорости. Так вот, опять же, вспомним физик. Если мы возьмем ускорение, которое, ну, такое, как трамвай, троллей высоты, самолет побольше, там, 2 метра в секунду подать, а ты отхидываешься назад, нам не надо на короткой полосе взлететь, а нам же не надо взлетать, поэтому, ну, где-то так, более-менее комфортное ускорение, метр секунды подать. Это комфортно достаточно ускорение. Если у нас будет скорость 500 километров в час, это 500 метров в секунду, так, то он будет разгоняться 500 секунд. При средней скорости 250 метров. От нуля до 500. Стрея скорость, вымножаем на 250 метров, к лучшему путь разгона 125 километров. Ну, давайте в городе так ездить, с такой скоростью. 125 километров разгоняться, потому что 25 тормозит. Да? В дробном городе. Ярославль-Веншинка будет 250 километров, да? Сталини начали в Киеве. Поэтому скорость, ну, извините, ну, это еще физика за ней стоит, за скоростью, понимаете? Физика, простейшая физика, это школьный курс. Так вот, смотрите, опять же, из физики известно, сколько мощность. А это простая формула, опять же, сила на скорость. Если мы едем с ускорением в мегсекундном квадрате, то сила, это вот 1 десятая от веса. Если будет 10 тысяч килограмм вес, ну, масса, да? 1 десятая тысячи килограмм или 10 тысяч ньютон. Значит, будет, при скорости, вот, когда мы будем приближаться к этой скорости, значит, сила будет 10 тысяч ньютон, а скорость 500 метров в секунду. Умножаем. 5 миллионов. Сколько? 5 миллионов. 5 миллионов ватт или 5 тысяч киловатт. Поэтому, автомобильчик, чтобы иметь такую скорость, такое ускорение, должен иметь двигатель только на разгон. Какая аэродинамика, какое, к сожалению, качение колеса, на разгон 5000 киловатт. Ну, и как вы этот двигатель засунете в этот маленький автомобильчик? Представляешь, сколько 5000 киловатт? Это дизель корабля. У танка 500 киловатт, у танка, двигатель. А это вот, небольшой транспорт на следующий. Поэтому, можно цифры рисовать сколько угодно, какие угодно красивые, но это сказка. Это сказка, это не для тех, кто понимает физику. Понимает? Так. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»